всем привет сегодня я начинаю новый проект варила собаки каши и наконец-то до меня дошло что мне нужно очень срочно нужно грелка стала обмерять свои кастрюли и в общем то оказалось что кастрюля и чайник и еще пара кастрюлю ну очень такого сходного размера поэтому я все это дело обмерила приготовила кусочки ткани и сейчас мы с вами будем шить грелку на кастрюлю так перевожу на свой гладильный комод разложила я видите это я хочу на подклад это внутрь это флизелин на основе вот этих лоскутков у меня ланчматы на кухне которые я пользуюсь накрываю коробочку всяко разно под посуду подмытую подкладываю ну вот хочу использовать эти это у меня кулек кусков которые которые жалко выбрасывать они такие видите не маленькие и пойдут в петчворк вот кусочек который я буду использовать но тут несколько кусочков веселеньких это одну буду думать потому как сначала была идея это плотно это для плотности поставлю и вот у меня кусок флизелина вернее несколько кусков буду составлять в кучку это все у меня кусочки полосочки и вот размеры грелки а то меня просят размеры а я не пишу но тут точные размеры нужны конечно же поэтому я показываю меня все кастрюли я померила и начальник по идее подойдет и на несколько моих кастрюль но есть конечно еще совсем манюсенькие ну на те я потом подумаю видите такой блокнотик у меня из первых моих красивый вот такой а это вот конюшка тоже я буду на основу на ее на ее основу нашивать все а уже потом ставить подклад и потом уже последнюю отстрочку делать уже с подкладом ну вот богатство разложила и думаю да еще вышивки сейчас я покажу у меня целая видите коробочка богатства вышивки где-то то не удалось то я уже вырезала чтобы не выбрасывать и вот я но это я не буду использовать вот таких у меня много видите это я училась свободно ходовой стежка вышивать но это позволяется еще куда-нибудь пойдет это это на электронной машинке я вышивала на своей то у меня были бы узкие вышиты на плях поносила они мне надоели и и впустила на тряпочки но видите какой у меня запас где-то еще лежит вот это я хочу использовать на грелку пусть пока постоит процесс и буду по возможности показывать как это будет происходить собрала я стороны своего своей грелки показываю промежуточный вариант это вот две стороны будет собирать буду по принципу crazy квилта ну а там уже как пойдет мне такие вот небольшие кусочки атласной ткани на своих ланчматах на кухне я ставила на предыдущих работах я оставила рубашечную ткань такого бледная бледно-лимонного цвета но она у меня закончилась поэтому я решила поставить атласные кусочки остальное будет более-менее подходить к тем ланчматам ну и вышивки подходят поэтому я думаю комплектом пойдет очень даже здорово все следующий этап я показываю сейчас я ну возможно если получится я даже поставлю на быструю запись как я прошиваю это вот видите я то что я наварила мои кусочки которые выше в вышивке я не выбрасываю собираю их они в идеальном состоянии просто надоели те вещи у меня много блузок вышитых всяких сарафанов ну вот я чтобы не выбрасывать вторичное использование такое идея такая вот делюсь идеей то есть вот Субтитры сделал DimaTorzok Очень сильно надеюсь, что все хорошо видно Что я хочу сказать Я заметила, что если достаточно толстый Всего этого сэндвича То вниз можно нитку не особо церемониться Подбирать Как-то она не проходит Наверх Но всяко бывает Поэтому я обращаю на это внимание Но по возможности Если выбор ниточек у вас есть Все-таки старайтесь И если изнанка ваша не будет на виду Старайтесь нижнюю нитку Ставить такого же цвета, как ваша основа Потому как, если бы, допустим Я поставила какую-нибудь красную Представляете, что бы это было И при всей моей нелюбви Соблюдать правила Хочешь, не хочешь Некоторые правила соблюдать приходится Либо изобретать самому Как я говорила Иногда я просто Сама изобретаю Пусть уже кто-то до меня изобрел А так как учиться неохота Что-то у меня Странное дело При вышивке Желательно не спешить А у меня Не всегда получается На медленной ходе Это все делать Я сейчас все соединю А потом уже буду дальше Все это Риспосабливать Так интересно Год назад я думала Что я в жизни никогда не научилась Вот в жизни у меня не получится А я не научилась А сейчас и руки как-то стоят Куда надо Сказанное дело Потрать время Посиди И все получится Так, эту иголочку Я достану Лучше, конечно, не торопясь Если нет желания испортить Если нет совсем желания испортить Это то, что я говорила Моя мама Не поверила бы никогда Что я сижу За каждой строчкой Делаю Беру утюг И проглаживаю Это очень на меня не похоже Но я горжусь Что я Все-таки Начала делать Либо по общепринятым правилам Либо По своим Но Так как максимально Так как максимально правильно Скажем так Мама у меня была Сторонник Соблюдать все технологии Она могла взять Импортную вещь Разобрать ее По возможности Даже На запчасти разобрать Чтобы знать Как это делается В импортных Каких-то вещах Красивых Идеальных Я прям сама собой довольна Прям так хорошо ложиться Вот если бы я Пришивала эти вышивки На тонкую ткань Просто вот на одну Было бы некрасиво Было бы грубо А так как здесь Несколько слоев И потом я еще поставлю На синтепон И еще поставлю подкладу То толщина самих Этих рисунков Она практически теряется В общей толщине И в общем-то Очень здорово В итоге получится Ну все Я ставлю на скорость Что тут уж рассуждать И начинаю Быстренько работать Так я хочу сегодня закончить Украинский Затрова утра Затрова утра Затрова утра Закончила я Пристрачивание этих вышивок Посмотрите как я соединила Это вышивки которые были Я добавила Чуть-чуть веточек Закорючек Вот тут просто соединила Веточками Чтобы это было Однотонная Ну стежку наверное Вот тут я буду делать Белой ниткой Ничего я больше здесь Пришивать не буду Но мне сначала нужно Вот я думаю Нет наверное Я сначала все-таки Стежку сделаю А уже потом буду Обшивать кусками Почему? Потому что Если я обошью А потом вдруг Что-нибудь заморщится То я тогда уже Никак не исправлю Поэтому сначала Я сделаю какие-то Такие стежки Я сейчас подумала Какие я сделаю стежки На тех ланчматах У меня просто Идут квадратики А тут как-то Квадратики не интересно Нужно подумать Нужно подумать Ну все Я сейчас утюжком отпарю Буду думать В моем видео Этого будет уже незаметно Что я думала Мысли это такой процесс Незаметный Хочу показать Следующий промежуточный вариант Как я приработала Свои вышивки Это три было разных кусочка Как я их приработала В одно В один веночек Смотрите Я уже проложила синтепон То есть тут у меня идет Вот один слой Второй слой Третий слой Синтепон И Еще один слой Флизелина Вот двойной слой флизелина И вот двойной слой флизелина Уже такой получается Солидный сэндвич Сейчас я делаю стежку Стежку я специально сделаю Чуть-чуть голубоватой Она не белая Голубоватая нитка Шелк Ну вот мне хочется Выделить Именно чтоб Темнее было Я так хочу Кто сказал Что этого нельзя делать Я себе все позволяю Так И потом уже будет сюда идти Подклада Когда я уже Пристрочу Я хочу Типа Крэйзи Квилта Пристрочить еще Разные цвета Я еще раздумываю Какие будут Ну такие яркие точно не будут Хотя мордка Тонкая полоска Подумаю А уже потом при стежке Присоединю подклад Потому как Это грелка на Кастрюлю на чайник На что налезет Мне нужно на кастрюлю Ну Буду пользоваться Куда Куда по необходимости У меня все одного размера Так вот Я приступаю Следующий этап Буду озвучивать Пользуясь случаем Хочу сказать Сэндвича для этого Для этой моей работы Пришлось поменять лапку Эту лапку я убираю Она более плотно сидит На машинке И ставлю эту Обе эти лапки От женонки Свою лапку вышивальную Я разбила У меня есть Именно от Бразера Вышивальная лапка Но я ее теперь берегу Для более Каких-то Скажем так Дорогих проектов А эти лапки Ну уж юзаю Как юзаю Та уже разбитая частично А эта вот Она более жесткая Но она более выше Сидит На машинке И вот как раз Для толстой Она у меня подходит Вот такой как раз Обзор получился Буду ставить Девчонки Это что-то Как хорошо Что я не стала Прямыми линиями Делать Стежку Не буду утюжить Все уже здесь утюжено И не хочу придавить Я излишне Поэтому Теперь каждый шовчик Буду стараться Не знаю Утюгом не хочу Хочу чтобы она такая Пышная была Вся эта Вся эта грелка Посмотрите Какая красота Посмотрите Какая красота Ну это еще конечно Атлас Богатые такие ткани Шелка Бархаты Они конечно Сами за себя говорят Ну хлопок тоже Как бы ну Каждой ткани Своё место Скажем так Ну конечно Атласная ткань Это что-то Посмотрите Посмотрите Это просто Шик необыкновенный Как хорошо Что я не выкинула Эти Вышивки Вырезала И сохранила Просто чудо Я потихоньку Приучаю себя Медленно Нажимать на педаль Я люблю Я люблю Очень быстро Строчить Поэтому Стежки Это конечно Помеха Сейчас я Приучила себя Более плавно Нажимать на педаль И конечно Стежечка Уже учусь Вместе с вами Поэтому Я знала Есть любители Рассказать Не только О плохом освещении Но и О каких-то Неправильных Дефектах Ну Я себе Позволяю Сразу Начисто Делать свои Ошибки Потому как Это мои ошибки Мои опыты Моё самообучение Девочки Берите Не бойтесь Пробуйте И сразу Пробуйте Начисто Подправите Следующая работа Будет шикарнее Каждая работа Шикарнее Предыдущей Из каждой работы Добавляется опыт Боже Посмотрите Какая красота Не могу Налюбоваться Всё Пошла делать Следующий этап Глянь Сейчас Осталось Буквально Уголок Здесь уже Полностью Готово Здесь один уголок И всё И теперь Только равнять И Руликом Обделать И собирать Ну вот Смотрите Я Приквилтила Прикрэйзи квилтила Я Полосочки Без Проутюжки Теперь Мне нужно Их Отстрочить Отстрачивать Буду Строчкой Для квилта В строчку И Будет выходить Вот так Постараюсь Попасть Как положено У меня Иногда Пляшет Лапка Да Ещё одну Полосочку Вот тут Проложить Сейчас Проложу Видите При съёмке Заметила Прям Вы знаете Ну уже Мне прям Жалко Их Резать Я же С размахом На тот Расчёт Что буду Равнять Что ужмётся При строчке Перестрочке И что Вы думаете Мне теперь Срезать Очень много Ещё и Скруглять Но Ничего Не поделаешь Те кусочки Будут Размножаться Ещё Для какой-нибудь Пиццы Или квилтинга Не знаю Почему На видео Кажется Что неровно На самом деле Всё ровно Сравняла Ну я ещё Посмотрю Конечно Подровняю Подклады Уже Положила Может мне так кажется Может так и есть Конечно Много Обрезалась Ну Что ж Я всегда Делаю Побольше И великоватая Получается Грилка Но честно говоря Мне жалко Ещё Ещё жалко Но она такая Толстенькая Пусть будет Свободненькая У меня Всё-таки Разные кастрюли Есть Побольше Поменьше Всё Осталось Обработать Вниз И потом Вместе Соединить И Обработать Вверх Наверное Для меня Это самое Сложное Ну всё Вперёд У нас Когда солнце В окно То даже Хуже Чем Когда его Нет Понимаете Вот пытаюсь Понять Что я тут Снимаю И сама Не вижу Прошила Я нижнюю часть Своей грелки Обтачкой Сейчас я всё Проутюжу Сейчас я всё Проутюжу Толстоватая Конечно Но я хотела Толстенькую Плотненько Толстенько Слегка Получилось Сейчас Заутюжився И всё Осталось Собирать По вот этой части Сейчас Прострочу И потом Сделаю Обтачку И показываю На кастрюле Та-дам Слушайте Люди добрые Я думала Она будет Большая И делала я Её с большим Запасом И вы представляете Если бы я Ну я потом Подровняла Я скажу Пару сантиметров Сверху Буквально Сантиметр Снизу Ну и Сантиметра По два Максимум Я сравняла По бокам Представляете Я думаю Ну будет огромная Ну думаю Ладно Она В общем-то Она вот Она чуть-чуть шевелится За счёт того Что ручки там И всё Представляете Она впритык Она конечно Подойдёт ещё На чайник Это грелка Чайник у меня Такого размера Как мне её повернуть Кастрюля ещё горячая Я как раз Варила собаке кашу Сейчас я поверну Другой стороной Вот она С другой стороны Очень нарядно Очень красиво Я смогу ставить На хлебопечку Чтоб не мешало Буду ставить туда Дощечку И Как я люблю Чтоб свободно было На кухне У меня клиенты приходят Мне иногда кухня нужна Поэтому я стараюсь В приличном состоянии Держать свои комнаты Ну я очень довольна Очень довольна Но я думаю Может быть Мне ещё одна нужна Но у меня больше нет Таких цветов Которые видите Вот повторяются И вот тут Такие же Вышивки то есть Сделать ещё можно А вот лоскутков Таких больше нет Вот у меня здесь Такой ванильный цвет На фоне На основном А здесь пришлось Атлас поставить Ну Оно как бы Не бросается В глаза Так Чтоб там Хуже Или что-то Ну вот Вписывается Конечно Классно У меня Впишется И на мой столик На этот маленький Если что Ну кусечка Я знаю Что это твоя каша Ещё не время И наверное Я себе сделаю Ещё один комплект В других цветах Потому как Ну иногда Что-то заливается И я Могу смело Простирать И просто заменить Всё Всех целую Обнимаю Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Делитесь в соцсетях Подписывайтесь Ко мне Заходите в группу В контакте Вы там можете Меняться Своими работами Меняться Своими идеями Общаться Мне девочка Написала В инстаграм Хотелось бы Общаться Несколько человек Ну вот там Они уже Между собой Поэтому Пожалуйста Если есть желание Заходите в группу В контакте Делитесь Переписывайтесь Общайтесь Я только за Всем привет Всем пока Всех жду Целую Обнимаю Субтитры